Буквально оборвали телефоны аварийных служб жителей одного из иркутских домов. Все потому, что у людей в квартирах до сих пор холодные батареи. Что стало причиной отсутствия отопления в конце сентября и как скоро проблема решится, разбирался Данил Седов. Обогреватель для Анны Карачаевой и ее сына уже две недели является предметом первой необходимости. Все потому, что в квартире иркутянки до сих пор нет отопления. Еще 17 сентября во время тестового запуска системы обогрева произошла авария. В результате многоквартирный дом на улице Нестерова остался без тепла. Совсем. И теперь местным жителям приходится ходить по квартирам в верхней одежде и спать под двумя одеялами. Днем еще более-менее, ну точно, наверное, градусов 18 в квартире днем было. А вот ближе к вечеру, когда уже на улице холодает и ночью, ну невыносимо, но там действительно было очень холодно. Спасал только обогреватель. И то ты на ночь его не оставишь страшно. Только так. Спали в теплой одежде. Что еще можно было делать? Значит, ребенок перепростыл, нас отстранили от детского сада. Проблем местным жителям доставила и погода, которая стояла в конце сентября. Из-за проливных дождей стенки деревянных домов отсырели. И в самих квартирах влажность резко выросла. А из-за этого по вечерам там становится очень холодно. Тем не менее, приводить в порядок систему никто не торопился. Дело в том, что авария произошла не в самом доме, а возле него. А значит, ремонт должна делать управляющая компания. Но выходить на участок специалисты не спешили. В итоге местным жителям пришлось требовать скорейшего исправления ситуации от администрации города. Управляющая компания сделала приемок, устранила течь в цоколе здания. Ресурсоснабжающая организация должна была просто выполнить работы по присоединению к наружным сетям. На это понадобилось немножко больше времени, в результате чего авария на данный момент устраняется. Действительно, на момент создания этого сюжета на улице Нестерова начала работать спецтехника. Специалисты устраняют прорыв и обещают, тепло все же вернется в квартиры этого дома в ближайшие сутки. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова